традиционно хочется проверить слышно ли нас на вкладочке questions вы можете написать свои плюсики если вы нас слышите и все в порядке давайте немножко подождем чтобы плюсики появились что звук есть все хорошо работает если вы вдруг не слышите и у вас нет звука то попробуйте переподключиться это очень часто помогает то есть старайтесь как бы сделать просто реконект и все будет хорошо мы стараемся вести наши вебинары с видео как бы запись чтобы показать вам что мы вживую все это делаем и записываем полностью наш вебинар на видео запись мы выкладываем потом на нашем сайте вы можете скачать или просмотреть удобное для вас время и так что мы сегодня расскажем и вообще с кем мы расскажем расскажем и сегодня наш вебинар вдвоем это андрей силаев как бы ключевой разработчик по данной технологии по рассылкам это полностью его модуль он его сделал это его детище и я юрий волошин являюсь продакт-менеджером компании 1с битрикс о чем мы с вами сегодня поговорим поговорим о типах рассылок какие они бывают что умеет нас делать модуль как правильно создавать рассылку как правильно работать с рассылками что такое отбора внутри рассылок немножко проговорим о нашем блочном редакторе на котором достаточно просто собрать какое-то письмо собрать какую-то рассылку немножко ответим на вопросы что делать если письма попадают спам ну и на остальные вопросы плюс недавно совсем обновился модуль мы выпустили много интересных вещей по статистике мы выпустили много вещей по карте кликов и так далее андрей будет детально все показывать я сейчас переключусь на него чтобы мы вживую уже начинали транслировать вам картинку с демонстрацией как я люблю систему управления вебинарами ну пока юра переключает я расскажу про типы рассылок и как с ними работать я покажу чуть позже когда евро переключит на меня в продукте у нас есть два типа рассылок это обычные рассылки и триггерные рассылки обычные рассылки это событийные рассылки которые у нас можно отправлять вручную можно отправлять по времени делаешь его мой скрин который можно отправлять по времени вручную либо по автоматически по расписанию периодическому а триггерные рассылки они работают по событию то есть возникают события оплаты заказа и срабатывает автоматикой отправляет подготовленное заранее письмо и вы уже один раз настроив вы уже больше не занимаетесь рассылками они автоматически отправляются клиентам по событиям которые они сами совершают ну давай немножко добавлю с бизнесовой стороны как это все работает обычная рассылка это рассылка которую вы делаете с новостями то есть это какие-то новости какая-то информация о вашей компании которую вы шлете например раз там два в три дня эти рассылки могут быть в виде подписок которые вы делаете на сайте с кнопочкой подписаться вы можете создать различные выпуски там новости компании новости еще чего-то и клиенты подписавшись на эту рассылку согласившись получать эту рассылку будут ее с какой-то периодичностью от вас получать триггерная же рассылка это фактически роботы которые по какой-то цепочке пытаются выполнить какое-то действие. Ваша основная задача в триггерных рассылках – это либо до продажи товаров, либо вообще какая-то продажа товаров, либо сделать клиента более лояльным, довести его до какой-то цели. И любая триггерная рассылка по такому принципу работает. Мы немножко потом позже остановимся, как они запускаются и что с ними делается. То есть основное, что мы поддерживаем – два основных вида рассылок. Давай покажем, где это находится, в каком меню, в каком месте и как к ним получить доступ. Да, переходим в административную часть. В левом меню выбираем пункт «Маркетинг», и там у нас есть раздел «Емейл маркетинг» и триггерные рассылки. Сейчас я буду показывать вам работу с обычными рассылками. Это у нас группа от «Емейл маркетинг». Чтобы создать первую рассылку, нужно перейти либо на страницу «Старт», либо в список рассылок. Про страницу «Старт» мы чуть позже расскажем, а сейчас давайте через список рассылок зайдем в «Мастер». Вот есть кнопка «Специально добавить через «Мастер». И здесь начинается прохождение по нескольким шагам, по шаговый «Мастер», где мы будем оказывать параметры нашей рассылки и само письмо. То есть изначально мы указываем название рассылки. То есть это у вас будет, допустим, раз в неделю какие-то отправки вашим клиентам. И рассылка – это одновременно группирует и получателей, и тему, от которой люди смогут отписаться. То есть, допустим, если вы называете рассылку анонсы, то подразумевается, что вы будете отправлять какие-то анонсы клиентам, к примеру, раз в неделю. И если люди отпишутся от этой рассылки, то они больше не будут получать письма от выпусков по этой рассылке. Обратите внимание, что данное название желательно сразу смотреть, как будет выглядеть на сайте. Это название будут видеть клиенты, это название будет отображено на сайте. У вас может стоять подписной блочок, например, в самом низу сайта. И обратите внимание, чтобы там оно не поломало вертку, ваше название, чтобы длина была приятная, красивая для отображения. То есть нужно сразу смотреть по месту, где у вас находится подписка на рассылке, чтобы ваше название хорошо там поместилось, хорошо видно его и так далее. Да, и есть еще настройка вывода публичной части для подписки. То есть у нас есть компонент, который стандартно добавлен в наш стандартный шаблон магазинный. И устанавливая эту галку, эта рассылка будет появляться в списке рассылок, доступных для подписки. То есть фактически получается, что мы можем ввести два типа рассылок. Один тип рассылок – это те рассылки, которые видят клиенты и могут на них подписаться. Второй тип рассылок – это когда вы создаете какую-то специализированную рассылку, это какая-то акция, например, у вас подходит, и вы рассылаете ее одноразово по вашим подписчикам. У нас сделана система так, что база является как бы общей. Вы накапливаете общую базу и потом, делая какие-то выборки по этой базе, сейчас Андрей это будет показывать, вы можете собирать какие-то специальные рассылки, которые не будут видны как подписка, то есть они не будут отображаться в блоке подписка, но вы ее рассылаете по своим клиентам один раз, два раза, три раза и так далее. Вне зависимости от того, какая-то рассылка видимая на сайте, невидимая, можно на нее подписаться, нельзя. В любом случае вы можете в каждую рассылку добавить еще адреса людей, которые будут получать ее тоже всегда. Вот мы перешли к шагу, выбрали создание группы получателей. Есть две группы получателей, одни, ну, две группы настроек. Одна группа это получатели, кто ее будет получать, эту рассылку, а другая группа это исключающая группа, это адреса, которые нужно будет исключить при отправке. И у нас сделана такая система, что вы один раз настроив группу получателей, можете больше не заботиться о получателях, и в эту группу автоматически будут попадать новые адреса. Это лучше всего можно, это легче всего понять на примере покупателей магазина. Давайте создадим группу, назовем покупателей магазина и перейдем к выбору фильтра. Фильтр, так называемый тоже отбор, это одни из вариантов источников и адресов. Вот у нас есть источник магазин покупателей. Мы его добавляем и видим специальные настройки фильтрации всех покупателей в магазине. То есть можно отфильтровать всех покупателей по количеству оплаченных заказов, по сумме заказов, дать до последнего заказа, ну и прочим. Ну, как мы видим, у меня в магазине немного покупателей, всего два. Вот, и мы не будем дополнительно фильтровать, оставим этот. Мы можем, конечно, еще добавить другие источники, это, к примеру, веб-формы, инфоблоки, либо список адресов, ну и прочее. Либо даже, вот у нас есть подписка рассылки, подписчики. Это подписчики старого модуля рассылок. Если вы пользуетесь, вы можете легко перейти, используя вот этот фильтр. Ну, так вот, продолжим. Вот у нас, мы создаем группу покупателей магазина и добавляем такой фильтр, как покупатели. Вот, магазин покупателей. Сохраняем. И после этого у нас здесь появляется в доступных группах вновь наша созданная группа. В чем прелесть групп? В том, что вы один раз указав получателей из магазина, больше вам не придется заходить в настройки группы, добавлять новых получателей. Теперь, если человек оформил заказ, что-то купил на вашем сайте, к примеру, через неделю после того, как вы завели группу, то при следующей отправке рассылки он попадет в эту группу и ему тоже будет отправлено письмо. То есть, фактически, группы бывают динамические, которые набираются по каким-то критериям, которые вы можете собирать постоянно в автоматическом режиме. Но бывают группы и статические. Предположим, вы набрали какое-то количество адресов, участвовали в каком-то мероприятии и собирали визитки. Потом эти визитки перебили в файлик, файлик загрузили сюда. Такая группа будет статической, потому что информация не может получено быть постоянно как бы с обновлением с каким-то. Ее нужно будет ручную постоянно добавлять. Поэтому, как вы понимаете, что бывают такие варианты и такие варианты. В зависимости от того, откуда идет выборка, этот вариант будет работать по-разному. Да, пройдем дальше. Мы выбрали наших получателей. Мы добавляем эту группу в рассылку. И теперь переходим к созданию выпуска. Выпуск – это непосредственно текст письма, то есть шаблон, заголовок письма и вложение, другие параметры. Это то, что будет отправлено непосредственно получателям. И создав однажды рассылку с получателями, мы можем в следующий раз создавать выпуски, думая только о том, как должно выглядеть наше письмо, какое должно быть в нем содержание. А о получателях уже не забеспокоиться, потому что мы уже один раз настроили. Так вот, создание выпуска состоит из выбора шаблона. Мы предоставляем штатные шаблоны. Вы можете их при просмотр устроить. Давай один хоть посмотрим какой-нибудь. Да, то есть вот, например, мы посмотрим шаблон первый. То есть мы видим, как он выглядит, нас он устраивает, мы его можем выбрать. Шаблоны фактически дают возможность вам сразу видеть, как будет выглядеть письмо. Ну, вот это даже вот такая вот картиночка, которая вроде бы сделана в серых тонах, простенькая совсем. Она фактически показывает, как будет выглядеть шаблон. Давай вот какому-нибудь посложнее откроем ниже, чтобы показать, что как бы картинка так же внутри. Да, то есть это схематичное отображение. Вот мы смотрим, и отображение соответствует. Но это не значит, что ваше письмо должно полностью соответствовать такому шаблону. Мы чуть попозже расскажем вам, как пользоваться нашим блочным редактором. Вы можете, в принципе, любой шаблон изменить. Вы берете любой шаблон и можете потом поменять его так, как вам требуется под вашу задачу. Да, вы сможете создать свои шаблоны, и они попадут в раздел «Мои шаблоны». Оттуда тоже можно будет выбрать. Но мы возьмем штатный, и мы переходим к редактированию посредственно самого письма. То есть мы указываем тему. Назовем ее «Первая нос». Отправитель у нас уже автоматически выводится доступные адреса для отправки, которые найдены в системе. Не торопись. Обратите внимание, что где... Чуть-чуть в обратную сторону. Вот где указывается тема письма... Нет, сильно перемотал, чтобы тема была выше посередине. Все. Вот где указывается тема письма, вы можете увидеть теги персонализации. Что это такое? Если вы хотите к вашему клиенту обратиться персонально, у вас, если в вашей базе для ваших всех клиентов указаны имена, а это обычно базы, которые собираются, например, из ваших заказов в интернет-магазине, соответственно, будут имена, вы можете в саму тему вставить так называемый код, тег персонализации. Давай сделаем, что первый анонс, запятая и имя человека. Вы ставите, например, запятую, запятую, пробел и нажимаете на имя. Все. Добавляется тег персонализации. Теперь каждое письмо, которое будет уходить вашему клиенту, будет начинаться как первый анонс, запятая, там, Юрий Волошин. Первый анонс, запятая, Андрей Силаев. Если у вас проставлены ваши информации, вы можете очень просто сделать вашу рассылку персонализированной. Это очень важно для клиентов. Клиентам нравится, когда их называют по имени. Клиентам нравится. Да любому человеку нравится, когда к нему делают персональное письмо. Они просто обезличены, что новость от компании такой-то. И поэтому очень просто это сделать, это добавляется в виде вот такого вот тега. Да. Дальше мы можем указать важность выбрать, либо оставить ее обычной. И переходим к самому телу письма. То есть это то, что увидит в своей почтовой программе получатель этой рассылки. То есть мы видим наш шаблон. Мы можем нажимать на блоки. То есть сам шаблон организован по принципу блоков, которые можно удалять, можно перемещать, можно добавлять новые блоки. То есть, например, вот мы хотим текст добавить. И мы можем либо сюда, либо сюда, либо в другие места добавить свой собственный текст, либо картинку, либо даже кнопку. Именно здесь. Как мы видим, все легко добавляется. У нас есть самые основные блоки. Это типа картинка, кнопка, картинка с текстом, слева картинка, справа там текст, либо наоборот. Это все настраивается. Разделители. Просто текстовые блоки, текстовые блоки в рамках. То есть очень большой набор. Самый необходимый набор точно есть. И каждый блок можно еще отреадактировать. То есть, например, блок картинки можно здесь поменять, удалить картинку и поставить свою другую картинку. Либо даже поменять настройки самой картинки. То есть ее, к примеру, обрезать, изменить размер, делать черно-белой. И все это сразу же, как мы видим, все наши изменения отображаются уже слева в самой рабочей области. То есть все, что мы меняем, сразу мы видим изменения. То есть фактически рабочая область – это и есть то письмо, которое увидит ваш клиент. Единственное, что внутри письма могут использоваться динамические области, так называемые компоненты, которые могут показывать какие-то товары из вашего каталога, какую-то информацию из вашего каталога. Вы ее не сможете сделать, но у нас есть возможность тестовой отправки. Про нее Андрюша чуть позже подскажет. То есть там можно такие интересные моменты проверять, которые можно и нужно посмотреть как бы динамически. Да. Здесь же мы можем поменять. И открыв наш стандартный шаблон, можно в нем поменять настройки телефона, лого. Ну, мы стараемся, если вы используете стандартный шаблон магазина и провели стандартные изменения его через мастер, то мы все изменения в виде логотипа телефона автоматически подтянем и отобразим здесь верные настройки. Но вы также сможете здесь поменять первый раз ваш шаблон и поставить галочку «Сохраните мои шаблоны». И в следующий раз, создавая выпуск, вы сможете в разделе «Мои шаблоны» выбрать этот шаблон сохраненный и поменять только содержимое, к примеру, вот этого текстового блока. То есть поменять сам текст и, возможно, картинку. Все остальное, шапка и футер там, подвал останется уже тот измененный с вашими телефонами и логотипами. Также доступно при создании шаблона, а хотя зря я убегаю, после того, как мы завершили настройку самого письма, то есть мы настроили текст, выбрали, где как располагаются нас кнопки. Извините, перебью, чуть-чуть помедленнее мышкой делай, потому что, во-первых, у тебя передача информации идет не сразу и немножко дергана получается. Хорошо. После того, как мы завершили всю настройку нашего письма, мы можем, или даже в процессе, мы можем сделать предпросмотр. Что же у нас получается? Это у нас доступно на вкладке «Предпросмотр». Загружается наше письмо, и вот сейчас он включен на вид смартфона. Здесь мы видим, как это будет выглядеть на смартфоне. Видим, очень прилично выглядит. Можем посмотреть на планшете, на десктопе. Но есть, конечно, небольшая особенность. Очень сложно сделать идеальный шаблон. В принципе, это, можно сказать, даже невозможно. Который будет также легко работать в блочном редакторе. И чтобы он одновременно показывался везде идеально. Мы приблизили наши шаблоны базовые до той степени, что они почти везде отображаются корректно. Корректно, без всяких там помарок. Но, конечно, могут быть некоторые нюансы на некоторых почтовых программах, и не все может корректно отображаться. Но в основном, в большинстве, абсолютно почти в большинстве, это хорошее отображение. Наши стандартные шаблоны мы тестировали, в принципе, на достаточно большом списке клиентов. Я, насколько знаю, тот, кто верстал эти шаблоны, там около 50 клиентов. Мы проверяли, что они работают прекрасно и отображаются хорошо. В принципе, вы можете наши шаблоны адаптировать под себя, заменив картинки, заменив логотипы на логотипы вашей компании, заменив на информацию о вашей компании. Создать свой шаблон, сохранить его и использовать для дальнейших писем. Он будет красивым, он будет доходить до клиентов, он будет правильно сверстан и не будет рассыпаться. Вот этот блочный редактор в чем его плюс? Что вы не можете сломать саму верстку. Вы меняете текст, вы меняете картинки, вы меняете информацию, но вы не трогаете само письмо. Вы не можете изменить HTML, который лежит внутри. Он как бы зашаблонизирован. Поэтому письма ваши будут всегда красиво выглядеть, и вы будете заниматься не версткой этих писем, а будете заниматься именно текстами и картинками, чтобы доносить вашу информацию до ваших клиентов. Да. И во всех наших шаблонах присутствует блок с отпиской от рассылки, который тоже очень важен, чтобы люди, когда вдруг не хотят получать ваши письма, чтобы они могли от них отписаться, вместо того, чтобы отправлять их в спам, помечать как спам. Давай пока мы не убежали от редактора, здесь несколько человек задают вопрос, просят показать какой-нибудь блок, как он добавляется и как он делается. Давай добавим блок с тремя картинками. Уже от трех человек хотят посмотреть, как выглядит, например, 2-3 картинки в ряд. Выбери какой-нибудь блочок, у нас есть 4 картинки. У нас нет 3 картинки в ряд, потому что мы… Ширины экрана не хватает на мобиле. Да, потому что на мобильном телефоне вообще только одна картинка показывается, но во всех письмах ширина, стандартная ширина, она позволяет нормально отобразить только 2 картинки. 3 уже как-то мелочи, очень мелко. Так вот, как это добавлять? Мы идем в блок справа, перетягиваем группу картинок, так называемый блок, просто щелкаем на него либо на карандашик, открывается у нас редактивность. Здесь мы либо сюда, в эту область перетаскиваем файлы, либо нажимаем и выбираем несколько файлов. Да, возьми любые картинки. Сохранить. Ну, еще что-нибудь, ну, что-нибудь там получше. А, это не… Это картинка. Это не картинка. Это картинка с ошибкой. DMG это не картинка. А, DMG что-то? Да. Так. А то ноутбук мы взяли у тестировщиков, и там могут быть картинки с какими-то ошибками внутри системы. О, это тоже ты взял некрасиво. Тоже что-то нет там. Так. Ну, все, нормально, достаточно. Да, теперь мы нажимаем свернуть. Если мы нажмем отменить изменения, то все пропадет. Нажимаем свернуть. И видим, как у нас раз, два, три, четыре картинки показываются блоком. Конечно. А, Дрей сейчас не подбирал картинки, он выбирал, что попало, поэтому как бы высота разная, еще что-то разное. Все-таки это письмо. Если вы делаете рассылку, то, конечно, лучше, если вы подбираете картинки в ряд или подбираете картинку над картинкой, они должны быть одинакового размера. Но у нас внутри при загрузке картинок есть редактор, покажи, который может обрезать картинки. Вот давай, например, нижнюю картинку подрежем чуть-чуть. Если вдруг у вас, да, причем этот редактор еще... О, да, нажимаем на списке картинок, мы можем нажать на карандаш, и у нас открывается редактор. В этом редакторе мы можем приближать, удалять, изменять здесь размеры. Вот, допустим, давайте попробуем обрезать. Вот так мы выделяем. Вот такую область. И нажимаем сюда. Получается такая обрезанная картинка. Нажимаем сохранить. То есть фактически не имея фотошопа, не имея каких-то дополнительных инструментов, вы в рамках рассылки, в рамках блочного редактора можете подогнать картинки под какой-то размер. Вам не нужно готовить специально картинку, можете выделить какую-то конкретную область на ней и использовать, сделать красивую рассылку. Главное, не забывайте это сделать, потому что иначе с таким же перекосом ее увидят и клиенты. И как Андрей показывал, обязательно смотрите предпросмотр, как она выглядит на различных устройствах, чтобы делать красиво. Еще почему не сделано три картинки в ряд? Потому что когда картинки будут перемещаться на разных устройствах в последовательном отображении, непарные картинки могут получиться так, что будет дырка. Поэтому всегда стараются, чтобы красиво адаптировалось письмо на различных устройствах, все картинки стараются делать парными. То есть это 2, 4, 6, 8 и так далее. То есть в три в ряд очень могут некрасиво выглядеть на каких-то моментах. Да, на смартфонах оно будет выглядеть нормально, в ряд друг за другом по одной картинке, вот как мы здесь видим. Но на планшете, десктопе, в принципе, да, могут быть дырки, и это будет некрасиво. Так, надеюсь, мы здесь объяснили. Также еще скажу, что вот здесь, в самом блоке загрузки картинок, если он нужен, чтобы у вас запускался редактор сразу после загрузки самой картинки, то нужно поставить здесь галочку «Использовать кадрирование». Да, и после этого при загрузке страницы будет запускаться сразу редактор, если это у вас частая операция. То есть, возможно, это будет вам полезно. И давай смотри, пока мы не убежали отсюда, здесь есть несколько вопросов, которые прямо рядышком вот с этими вещами. Во-первых, просят добавить месяц периодической рассылки. В техподдержку не обращались с такими, я не припомню, но… Забудь про техподдержку, вот тебе вживую. Но раз нас просят вживую, то мы обязательно добавим… Андрей, давай добавим месяц в рассылку. Во-первых, есть ли в шаблонах кнопочка «Отписаться»? Да. Покажи, пожалуйста. Мы ее видим, она вот здесь находится. Это «Отписаться от рассылки». На самом деле, это не статическая ссылка, а динамическая. То есть, если мы перейдем в редактор текстовый, в исходник, то мы увидим, что она выглядит вот с таким тегом персонализации. Дело в том, что… То есть, этот блок нужно либо копировать, либо вставлять, если ваш собственный шаблон. Дело в том, что эта ссылка, она уникальна для каждого клиента, для каждого, точнее, получателя рассылки, чтобы он мог отписаться без всяких авторизаций, сразу перейдя по ссылке и увидел свои рассылки, на которые он подписан. То есть, чтобы не было претензий от клиентов, что от вашей рассылки невозможно отписаться, мы генерируем уникальную ссылку под каждого клиента. Если вы делаете свой шаблон, вы вставляете просто наш блочок, который умеет сразу же автоматически делать отписку. И здесь же несколько вопросов от нескольких людей. Можно ли для каждого клиента, например, сгенерировать индивидуальный промокод? Да, покажи. Вот у нас есть компонент купон. Мы его перемещаем в шаблон наш и указываем значение скидки. Промокод же нужен для скидки какой-то. Мы указываем значение скидки. Даже выбираем настройки на каждый товар, сумму товаров там. И тип купона. Нажимаем сохранить. И все. После этого отправляем эту рассылку каждому получателю. Честно говоря, я уже подзабыл, но, по-моему, сгенерируется уникальный купон. Но, по-моему, даже есть возможность генерации одного купона. Да, у нас там возможность сделана, как купон генерировать один и тот же. Причем купон может называться не каким-то набором символов, это может быть купон вида скидка на 8 марта. То есть, чтобы это было красиво выглядело. Вот как раз-таки этот один из моментов, про который мы говорили, что это динамическая рассылка. Она будет сгенерирована под конкретного клиента. И, Андрей, покажи тогда сразу, пока мы не ушли отсюда, как отправить, например, себе, чтобы посмотреть, что все работает. Итак, это будет на следующем шаге. Мы к этому придем еще. Окей, тогда давай еще что-то посмотрим, что-то из вопросов поотвечаем. Можно ли в тело письма вставить в форму обратной связи? Например, принять участие, которое вызывает форму. Ну, стандарт позволяет вставлять формы, чтобы прямо в письме человек заполнил ту форму, нажал на кнопку и его сразу отправило на сайт. Такое возможно, но отображение этой формы не везде адекватное получается. И не всегда то, которое вы ожидаете будет. Поэтому мы стандартно такое не сделали. Но у вас, если есть своя собственная форма, уже подготовленная верстка для писем этой формы, то вы можете использовать блок-код. Вот вы перемещаете его в шаблон, нажимаете на него, и здесь вы можете вставить HTML-код вашей формы. И она будет отображена в письме. Но, опять же, повторю, это HTML-код вы вставляете, и здесь уже вряд ли мы, точнее, не гарантируем, что будет корректное отображение в основных почтах клиентов. На самом деле то, что просят клиенты, можно сделать немножко по-другому. Не обязательно прямо в письмо вставлять какой-то опрос, который будет работать. Можно вставить ссылку на публичную страницу формы BITX24 или формы на сайте и перенаправить клиента туда. Клиент получает письмо, он хочет участвовать в опросе, он нажимает кнопку перехода, переходит на страницу формы, заполняет ее и делает. Потому что если клиент не хочет заполнять форму, находится ли форма в письме или находится где-то удаленно, я не верю, что будет прям большое различие в количестве заполнений. Если клиент действительно лоялен к компании или клиент хочет отдать обратную связь к компании, он сделает заполнение формы. И бессмысленно пытаться его принудить это сделать из письма. А вот проблем получить с такими формами, встроенными в письмо, можно достаточно легко, они могут не работать. И еще тогда, пока мы не убежали с блочного редактора, покажи, как можно добавить товары в рассылку, а то клиенты уже корзину воспринимают как добавление товаров. Сейчас я предыдущий насчет форума скажу, что для этого можно использовать специальный блок, называется кнопка, который по умолчанию показывается по центру. вы его добавляете, указываете кнопку, называете ее там регистрация. можете задать ему стиль и как отображение, размер шрифта побольше сделать ей, круглую, квадратную, цвет ей поменять, цвет фона, к примеру, на красную или там на такую малиновую. И в письме это будет более заметно, чем, и более удобно человеку нажать на саму кнопку, это будет для него более привлекательно, чем заполнять в письме какую-то форму, потому что это довольно нестандартное для него поведение, очень редко встречаются формы в письмах. Так, ну а теперь перейдем к товарам. У нас есть компоненты. Это вывод. Сейчас посмотрим. Так, это не тот компонент. Пока Андрей ищет компоненты, я вам немножко отвечу на такие вопросы, которые вот задают клиенты. Они спрашивают, у меня нет блока интернет-маркетинга, что мне делать? Во-первых, вам нужно посмотреть, входит ли этот блок в вашу редакцию. Модуль. Модуль. Этот модуль входит не во все редакции, он точно есть во всех интернет-магазинах. И мы сегодня ориентируемся все-таки в нашем вебинаре на интернет-магазины. Этот блок точно входит в самую последнюю редакцию не интернет-магазина. Она называется, насколько я знаю, не подскажу, как точно она называется, это лучше посмотреть на сайте. То есть не во все редакции входит данный модуль, и если вы его не находите, вы должны посмотреть, какая редакция у вашего продукта, зайти на сайт, на наш, и посмотреть, входит ли данный модуль в вашу редакцию. Если модуль входит, а вы его не видите, Вы можете либо обратиться в техническую поддержку, если вы не знаете, как добавить модуль, они вам помогут его установить, либо зайти на специальную страницу, покажи, куда нужно зайти, где указан весь список модулей. Это настройки, модули, и на ней вы можете... И вот у Андрея как раз есть несколько модулей, которые не установлены, и у вас также должно отображаться. Вы находите модуль e-mail маркетинга, нажимаете кнопочку «Установить», модуль устанавливается, и вы его сможете использовать в своей редакции. Даже если вам его не установили, партнеры, или вы когда устанавливали, не установили его, вы можете его установить в любой момент времени. Но обратившись к поддержку, вы точно получите ответ, почему нет и как получить. Вопрос, как добавлять товары в письмо. Я так понимаю, что хочется просто красиво отобразить несколько товаров, заданных, не уникальных для каждого получателя, а именно определенные конкретные товары для всех получателей. Нужно использовать компонент «Вывод товаров», он находится на второй странице. Да, я лучше, наверное, подробнее покажу. И не забывайте, что все вот эти компоненты – это не отдельные абстрактные компоненты, которые работают непонятно с чем. Вы находитесь в интернет-магазине. Если вы отправляете рассылку с купонами, это купоны интернет-магазина. У них могут быть все те ограничения, которые есть в интернет-магазине. Это могут быть купоны вашего интернет-магазина на ваши конкретные товары, на уникальные группы товаров. Если это товары магазина, это не товары, которые вам нужно будет специально заводить. Вы будете выбирать те товары, которые вы хотите отправить клиенту из вашего каталога. Это могут быть новинки, которые только поступили в магазин. Это могут быть товары по акции и так далее. То есть все ограничения действуют на ограничения вашего интернет-магазина. Что вы выберете, то и будет отправлено. Помимо блоков, компонентов на первой странице, у нас есть еще и вторая страница, и там дополнительные блоки. Вот здесь есть кнопки навигации, и здесь у нас есть дополнительные компоненты. К примеру, вывод товаров. Добавляя его, конечно, здесь некоторые ограничения у нас возникают, интерфейсные. Здесь можно указывать ID товаров через запятую. Я, честно говоря, не помню, какие именно коды были. Но, может быть, мне повезет, я угадаю. Вероятность того, что повезет, небольшая. Это все-таки демо-магазин. Да. То есть... Ну, повезло. Повезло. Ну, конечно, это не товар магазинный получился, как мы видим. Что такое код? Это фактически идентификатор вашего товара. Вы можете зайти в ваш каталог, у каждого товара, когда вы его открываете на просмотре или на редактирование, или в целой секции, у него есть код. Это цифровые символы, которые там есть. Вы добавляете цифровые символы сюда, и они будут отправлены именно те конкретные товары, которые вы хотите, чтобы участвовали в письмах. Да, и как мы видим, этот компонент выводит красиво элементы инфоблока. И если это товар, то он выводит товар с кнопкой «Купить», с кнопками, точнее, с информацией о цене и свойствах. Это, к примеру, набор цветов и прочие там настроения. Размеров и так далее. Да, да, да. Но, к сожалению, я тут код не угадал. Но сам принцип, как и можно указывать, здесь вот указан. Если вас это не устраивает, этот вариант указания товаров, если вы часто хотите этим пользоваться, пишите в ТИП-поддержку с просьбой, чтобы мы сделали здесь более удобный интерфейс. И по набору количества обращений мы сделаем эту особенность, эту реализацию более приоритетной и сделаем это быстрее. Мы предполагали, что в письмах будет не такое большое количество товаров. Это будут обычно акционные какие-то товары, там 3-4 товара, потому что много в письме ты не добавишь. Очень много писем открывается сейчас на мобильных устройствах, а там большое количество это удлиняет очень сильно письмо. И вот даже Андрей сейчас, когда заходит в предпросмотр, там очень длинное письмо, его просто клиент никогда не долистает до конца и не дочитает до конца, что немножко вызовет негатив. Поэтому мы сделали такой редактор. Но если вы будете, как говорит Андрей, обращаться в техническую поддержку, мы будем видеть ваши заявочки, то мы можем сделать добавление товара, как это сделано в интернет-магазине. Когда мы добавляем в корзину, просто нажимаем кнопочку «Добавить», выходит список всех ваших товаров, и вы можете выбрать. Какой плюс у такого способа, который мы оставили? Этот плюс, что можно кроме товаров печатать прям новости. Вы можете брать динамические новости, не перепечатывать, не перебивать их сюда, а сделать только заголовок, мисс, письма, а в середину добавить этот компонент и указать коды новостей. И эти новости будут опубликованы у вас в письме. Это могут быть какие-то небольшие анонсики. А по кнопочке «Перейти к просмотру», вот как сейчас, клиент перейдет к вам на сайт и посмотрит эта новость более детально. Да, и можно еще рассказать про некоторые компоненты. У нас есть еще компоненты Big Data. Это персонализированная выдача для клиента. К примеру, вот компонент персональной рекомендации. Он выводит персональные рекомендации по покупке клиенту. То есть если вы отправляете просылку по покупателям магазина, то для каждого, при добавлении этого компонента, для каждого получателя будет запрошен свой набор товаров, которые наиболее вероятно заинтересуют этого покупателя. То есть через запрос к нашему сервису. Довольно интересный компонент. Стоит на него обратить внимание. Но если вы хотите свои конкретные товары показать для всех, то нужно использовать вывод товаров вот этот компонент. Ну я согласен здесь. Правильно говорит Андрей, что есть специальный компонент для новостей. Да, там есть компонент для новостей, он более удобный. Но и в принципе этим компонентом вы можете выводить, например, первые две строчки, чтобы не добавлять этого компонента. Вы можете первые две строчки выводить, две новости, а дальше какие-то товары. И спрашивают, как будет ссылка внутри письма на товар. Там будет полная ссылка на ваш интернет-магазин. И человек, когда нажмет подробнее, он перейдет в товар в вашем интернет-магазине по той ссылке, на которую указывает этот товар. То есть он попадет фактически в товар. Если вы укажете с кодом раздел, то человек попадет в раздел. Да, ну и, наверное, стоит уже отходить от самого редактора. Есть у нас еще дополнительные настройки поля самого выпуска. Мы все еще находимся в выпуске, напоминаю, создании выпуска. Здесь у нас есть «Добавить параметры во все ссылки». Если вы занимаетесь отслеживанием источников трафика на ваш сайт, то есть, допустим, это реклама, либо вам интересно, сколько людей приходит из рассылок, то в данное поле вы можете указать UTM-метки или другие параметры. И эти параметры, к примеру, UTM-сорс равно-мейлинг. Ой-ой-ой, что же я написал такое? Пока Андрей пишет, кроме того, что здесь интересные UTM-метки, вы можете делать вложения. Немногие рассылки умеют делать вложения. Вы можете, например, отправлять в какой-то каталог. Если вы делаете печатные материалы, делаете красивые каталоги в виде PDF-файлов, можете приотачить этот PDF-файл к письму, и все ваши подписчики его получат. То есть, соответственно, они смогут его скачать и установить или посмотреть у себя на компьютере. Да, вот написав такую строчку UTM-сорс равно-мейлинг, этот параметр добавится во все ссылки, кнопки, которые присутствуют в письме. И вам не нужно в каждую ссылку ручную указывать эти параметры. Это будет удобно, если вы занимаетесь отслеживанием источников трафика. Да, ну и еще у нас есть блок вложения. Это прикрепление файлов к письму. Ну, обычно это не картинки, а, к примеру, какой-то там PDF-файл, либо DOC-файл с прайс-листом, либо что-то в этом духе. Или какие-то документы. Закончим с созданием выпуска. Мы про все здесь рассказали. Нажимаем на следующий шаг. И мы переходим к шагу расписания отправки. То есть мы, если посмотрим на наш мастер, то мы создаем или выбираем рассылку. Это быстрая операция. Далее мы выбрали создание группы. Оно только при создании рассылки происходит. Этот шаг есть. То есть у нас идет создание выпуска. Мы указываем сам текст. И переходим, когда отправлять эту рассылку. У нас есть три варианта. Это отправить вручную, отправить в определенное время. И периодическая отправка по расписанию. Если вручную выбираете, то не торопись, открой эту штуку. Смотрите, что такое периодическая отправка по расписанию. Здесь будьте очень аккуратными. Если письмо не динамическое, и вы случайно поставите эту штуку, то вы забомбите своих клиентов одним и тем же письмом. Вот такими динамическими письмами и периодической отправкой могут быть письма только те, которые внутри содержат компоненты, которые динамически что-то генерируют. Это компоненты бигдаты. Это компоненты, которые умеют рандомно выбирать какие-то элементы. Или там не рандомно, а по какому-то алгоритму. Будьте внимательны, чтобы делать такие рассылки только тогда, когда вы действительно уверены, что информация будет постоянно уникальная. Иначе у вас получится так, что вы будете спамить клиента одной и той же информацией. Он либо отпишется от вас, либо перестанет открывать письма у вас. Либо вас может просто пометить как спам. Да, и самое частое использование вот этого способа отправки – это когда вы в выпуск письмо добавляете компонент «Список новостей». Мы его уже давно доработали, он очень умный в плане, что вы в параметрах компонента можете указать необходимое количество новостей, которое нужно для отправки. То есть минимум 5 новостей должно быть, свежих новостей, не отправленных ранее, для того, чтобы отправить получателям. То есть набирается 5 писем и отправляется, срабатывает вот эта отправка. Вот, и поэтому вы можете положить компонент «Список новостей» в письмо, настроить отправку раз в неделю, и у вас будут ваши свежие новости отправляться раз в неделю вашим получателям. Вот, ну, с периодической мы разобрались. Вот, у нас есть вариант «ручная отправка». Это отправка только по нажатию на кнопку «Отправить». То есть вы сами решаете, когда нужно отправить это письмо. И есть вариант еще отправить в определенное время. Это настройка, в какой день и в какое время нужно отправить рассылку. То есть, например, «Завтра» отправить вот 10.46. Вы указываете, нажимаете «Сохранить» и все, забываете про этот выпуск. Он сам в определенное время, вот указанное вами, запустится, отправится всем вашим получателям. Забегая вперед, объясню, что вот здесь у нас еще добавился специальный текст о том, что мы начали рекомендовать время, подходящее время для отправки выпуска в данные рассылки. То есть, если вы уже часто пользуетесь этим модулем, то есть у вас есть много отправленных выпусков, то модуль анализирует, когда люди читают письма, самое частое время, которое они читают, и подбирает, подсказывает вам с учетом времени на отправку и доставку писем, говорит вам, что вот в такое лучшее время отправить письмо, и оно будет максимально удобным. То есть, люди сразу минут через 30 или 20 зайдут в свою почтовую программу, как они обычно делают, и увидят в самом верху ваше письмо. Если письмо вверху, то оно, вероятно всего, будет прочтено. То есть, очень полезная вещь, но, опять же, если вы часто этим пользуетесь, модулем, то есть, нарабатывается база по времени прочтения. Так, мы выбираем способ отправить вручную. Нажимаем сюда и сохранить. Теперь мы попадаем на страницу выпуска. Все. Вот здесь мы сможем отправить себе тестовую, выполнить тестовую отправку письма. То есть, здесь у нас тоже сохраняются недавние получатели, кому вы отправляли. И нажав на кнопку «Отправить», это письмо, вот это, будет отправлено вам на указанные e-mail. И вы сможете посмотреть в ваших почтовых программах на мобильном телефоне и на десктопе, как это письмо ваше выглядит. Достаточно несколько раз проверить ваш шаблон, что он нормально отрабатывает, нормально выглядит в основных почтовых программах, и после этого вы будете менять только текст, либо даже одну картинку, и как бы не заботиться о том, что что-то может быть некорректно показано вашим клиентам. Далее, здесь у нас как раз присутствует кнопка «Отправить». То есть, в нужное вам время можете зайти сюда и нажать кнопку «Отправить». У нас вот есть список выпусков по этой рассылке. То есть, после создания новой рассылки появляется в пункте «Рассылки сайта» эта рассылка. То есть, вот она, анонсы у нас здесь появились. И здесь, в пункте «Выпуски» вы можете увидеть список выпусков по данной рассылке. И отсюда же можно будет отправить эту рассылку. Нажимая «Отправить» происходит ручная отправка. С этой страницы нельзя выходить, пока не будет отправлено себе письма. Ну, здесь у нас всего лишь два адреса получателя, поэтому как бы у нас тут отрабатывает. По-другому ушло. Все. И дальше мы можем пойти в список. Давайте-ка. Не будем. Пока Андрей рассказывает, вы можете, в принципе, задавать вопросы во вкладочке «Questions». Я частично буду отвечать персонально, если этот вопрос какой-то узкий и узкий, специализированный, на который нет смысла большого зачитывать на всю аудиторию. Аудитория достаточно большая. Либо я буду писать, озвучивать ваш вопрос и отвечать конкретно, чтобы услышали ответ все. Ну, и теперь, как создать вашу первую рассылку и отправить первые письма. Мы разобрались. Давай немножко, чтобы пока мы не ушли совсем от блочного редактора, тут еще парочку вопросиков ответим. Какой функционал несет кнопка в шаблоне? Для чего ее можно использовать? Это просто как ссылка в виде кнопки? Или что-то можно засендить? То есть она может сработать как сабмит, отправив что-то? Или это только ссылка? До выпуски, да? Да. Ну, давайте тогда через вот еще то, что я собирался рассказать, в этом же ракурсе расскажем. То есть мы разобрались, как создавать первую рассылку и отправлять первый выпуск. Если нам нужно теперь создать еще раз, еще один анонс, допустим, через неделю, мы опять же переходим в список рассылок, нажимаем добавить через мастер. И здесь уже выбрать рассылку. Оставляем пункт и выбираем здесь наши анонсы. То есть у нас уже есть рассылка, нам не нужно ее создавать. Нажимаем следующий шаг, и мы сразу попадаем на страницу создания выпуска. Никаких групп, ничего нету, ничего лишнего, все. Вы переходите уже к самому содержимому письма, потому что получатели уже ранее были определены один раз. И возвращаясь к теме насчет кнопки. Кнопка, она, это по сути стилизованная ссылка. Стилизованная ссылка, которая выглядит как кнопка. У него есть два основных параметра. Это ссылка. То есть здесь вы можете указать адрес, адрес страницы, целевой страницы, на которые должны люди попасть. К примеру, пусть это будет раздел регистра. Причем здесь ссылки вы можете указывать как абсолютные, то есть с доменом. То есть там http.mysite.ru и там дальше. Также и относительные пути, то есть которые начинаются вот после доменного имени. То есть вот вам достаточно, может даже так указать ссылку. И при отправке письма модуль сам возьмет адрес вашего сайта и подставит во все ссылки этого письма. Да, здесь вы можете указать ссылку, нажать на текст кнопки, перейти на сайт и поменять стили, цвет фона, оформление, подчеркивание и прочее. И так же как ширина, выравнивание и прочее. И все, это будет полноценная ссылка. Теперь, если вы перейдете там предпросмотр, вы сможете убедиться, что кликнув на нее, вы попадете на сайт. Ну то есть сабмитить действия мы не можем, но в принципе можем указать любую ссылку на, например, на какую-нибудь страницу сайта, на котором лежит какая-нибудь форма, которая потом засабмитит какую-то информацию. Сабмитит имеет в виду отправит какую-то информацию после того, как формочку заполнить. Да, и это, конечно, тоже очень важно на самом деле, что блок картинка, он работает по такому же принципу. Помимо самой картинки, вы еще можете добавить описание картинки. Ну это довольно полезно, потому что люди иногда наводят на картинку и хотя бы понимают, что о чем эта картинка, если она не очень доходчивая. И есть еще также ссылка, такой параметр, как ссылка. То же самое здесь можно указать ссылку на сайт, потому что по нашей статистике, когда мы внутри компании отправляем рассылки, мы смотрим, кликают очень часто на, как вот на саму ссылку в виде кнопки, так и на сам баннер, потому что он большой, и на него прямо хочется нажать. Так, с этими вопросами. С этими вопросами разобрались. Давай пойдем по нашему плану вебинара. А следующим пунктом у нас стоит, что делать, если письма попадают в спам. И здесь как раз очень много вопросов. Михаил, например, пишет, сколько не отправлял, всегда попадает все в спам. Если адресов много, то какова вероятность не попадания в спам? Это уже от другого клиента, от Анастасии и так далее. Около 20 вопросиков здесь все связанных со спамом. Смотрите, наша система работает по принципу такому, что мы используем любой сторонний сервис. То есть тем самым, вот это вот, сколько бы не отправлял, всегда попадает в спам. Это очень сильно зависит от того, через что вы отправляете. Мы сейчас некоторые рекомендации дадим. И это очень сильно зависит, кому вы отправляете. Если вы набрали базу клиентов каким-нибудь парсингом по сайтам или купили какую-то базу клиентов, и еще и письмо, которое вы отправляете, не подготовлено, оно неинтересно клиентам, то очень высока вероятность, что в любом редакторе, в любом клиенте, в котором вас откроют, а это очень часто в последнее время стали клиенты вебовские, там везде есть кнопочка спам. Тем самым ваши клиенты в вас загоняют фактически спам в вашу рассылку. Единственное, что здесь можно сделать, это менять периодически сервера, через которые вы делаете отправку. Но это тоже не выход. Лучше готовиться лучше к письмам, лучше готовиться к информации, которую вы доносите своим клиентам. Наращивать эту информацию на ваших клиентов, вашего интернет-магазина, не собирая и не покупая базы, непонятно откуда, непонятно где взятые. Тем самым вы уменьшите количество вот этих вот нажатий на спам, уменьшите и дадите возможность доставлять эти письма. Через что можно вообще отправлять, и это как бы удобно? Хорошая схема отправки делается через Яндекс. У Яндекса есть сервис специальный, это Яндекс.ПДД, куда вы можете подключить свой домен, либо любой домен, который вы купите. Сервис бесплатен, на нем можно настроить почтовый сервер, который будет отправку делать. Это очень легко настраивается, там фактически в два-три клика можно почитать их документацию, как это делается. После этого вы можете этот сервер указать как сервер отправки в нашем продукте. Указав это, вы сможете делать отправку через него. Единственное, понимаете, что если у вас огромная база, нужно делать отправку порциями. Нужно отправку делать по 100, 200, 300 писем. Насколько я помню, у нас здесь есть по умолчанию какое-то ограничение, которое мы указываем на отправку. Правильно в настройках? Нет, по умолчанию у нас нет. Я имею в виду, что можно хотя бы поставить. Да, у нас есть, конечно, какое-то ограничение, но оно не связано. То есть в основном оно не работает. Сколько у нас стоит по умолчанию? У нас есть 500 писем для запуска кроном, и оно там с периодичностью там как будет настроено. Но у нас есть базовые настройки, это интервал в секундах для, точнее, количество писем для рассылки агентам за один запуск. То есть рассылка как происходит? Если вы используете агенты, ну это если вы не знаете, что это такое, то, скорее всего, так и работает у вас. То есть у вас отправляется порциями, запусками. И вот эта настройка, количество писем для рассылки за один запуск, это как раз-таки количество писем, то есть это сама порция. И есть интервал в секундах между запусками рассылки. То есть если вы укажете здесь, к примеру, 5 минут, и здесь укажете 5 писем, то получается 1 час разделить на 5 минут, это получается 12 раз. Запустится за час 12 раз, и 12 умножить на 5, получается 60. 60 писем в час будет отправляться. Вот такое ограничение. Довольно распространено, по-моему, ограничение. Юра подскажет точно. Ну, на Яндексе желательно отправлять не больше, там 200-300 писем за один момент времени. За час или за раз даже, да? За раз. Лучше не рисковать и ставить здесь интервалы достаточно большие. Даже если у вас большая база, вы можете поделить, чтобы она плавненько в течение суток была отправлена. Письма редко прям важно, чтобы они были отправлены вот так мгновенно. А все люди в основном и попадают в проблемы, когда, не разбираясь в этом, пытаются сделать огромную рассылку на 20, 30, 40, 50, 60 тысяч адресов, сделать одномоментно. Тем самым сервер Яндекса видит, что идет массовая рассылка, он блокирует либо такую рассылку, и она не попадает в спам, либо клиенты, сервера, которые принимают эту рассылку, тот же Mail.ru очень часто любит. Он видит, что идет огромный поток на Mail.ru, а в базах очень часто у ваших клиентов львиная доля адресов – это либо Mail.ru, либо Яндекс, либо Google. Они видят, что идет массовый какой-то спам с этого адреса и тоже начинают блокировать в свою сторону сразу же письмо как спам. Поэтому старайтесь размазывать вашу рассылку в зависимости от ее базы. Вот у меня средняя база на интернет-магазине супруги – это около 20 тысяч клиентов. Там 20 тысяч адресов, которые раз в неделю получают какую-то рассылку. Я стараюсь, чтобы эти 20 тысяч отправлялись в течение 2-3 суток. То есть они размазываются в течение 2-3 суток через вот эти настройки, которые Андрей показал. Вы берете, садитесь на калькулятор и просто пересчитываете время, пересчитываете, чтобы вот такой объем данных отправлялся в течение 2-3 дней. Ничего страшного, что какие-то клиенты получат эту рассылку в пятницу, какие-то клиенты получат ее в субботу. Это меньше из зол, чем сервера его заблокируют. За последнее время я отправляю постоянно такую рассылку. Меня ни разу Яндекс не блокировал, ни разу не говорил, что что-то не так. У меня очень маленький процент о блокировке со стороны пользователей, но тут уже начинает вступать в силу и другая роль. Рассылка должна быть интересна вашим пользователям. Если вы увидите, что клиенты массово от нее отписываются, массово ее блокируют или добавляют ее в спам, пытайтесь менять формат. Об этом немножко более подробно расскажет наш партнер Светлана Русова. Я не буду на этом останавливаться, но очень сильно зависит от той информации, которую вы подаете и ее дохождение до клиента. Давай, наверное, продолжим дальше. Следующая тема, которую мы хотели осветить, это как понять, работает ли рассылка, как увидеть статистику и вообще посмотреть, как все эта штука работает, как уходят наши письма, открывают ли их, кликают ли внутри по ссылкам и так далее. Давай посмотрим, как вообще получать какую-то дополнительную информацию. Да, вот недавно мы отправили выпуск наш первый, нажал на меня только отправить, всего двум адресатам. Ну, спустя какое-то время нам интересно, как же, что же вообще происходит с нашими клиентами. Читают, не читают, переходят по ссылкам, не переходят. Как вообще в динамике меняется, если мы отправляем раз в неделю, раз в три дня рассылки, по той же самой аудитории, вообще нам очень интересна динамика. Что-то меняется, если мы что-то экспериментируем, мы можем что-то менять, нужно, и как это все отследить. Именно вот этими вопросами мы задавались, когда разрабатывали страницу старт и обновляли статистику выпуска. Вот статистика. Страница старт – это самый первый пункт в разделе email-маркетинг. Это страница, на которой мы постарались показать все данные, все данные статистики, которые происходят, у которых есть модули. Изначально, если вы мне ничего не отправляете, то оно будет выглядеть так. Так как я удалил там выпуск, оно здесь не показано. Давайте посмотрим статистику мою за год. То есть здесь показывается нам, сколько всего было за год писем отправлено, сколько из них процентов прочитано, сколько переходов подписалось, сколько людей подписалось, и сколько выпусков мы вообще отправили за этот год или за этот период. И у нас появился очень-очень интересный показатель – уровень эффективности в виде шкалы. Теперь вам можно ориентироваться на, визуально понимать словами, даже можно прочитать, насколько эффективны ваши рассылки, то есть то, что вы отправляете. Эффективность мы считаем так – это отношение количества прочтений, точнее кликов, переходов по ссылкам, к прочтениям. То есть, допустим, 100 человек открыло письма ваши, из них только 10 перешло по ссылкам. Получается, что 10% – это ваша эффективность. По нашей шкале это, по-моему, на грани плохо-неплохо. Ну, давай так. Шкала грудерирована так, как есть общемировая статистика по письмам. И фактически мы взяли исследования, которые были мировые сделаны, и поставили шкалу, что 30% – это максимальный уровень эффективности, который физически можно допустить. Конечно, может быть больше в некоторых случаях. Это очень сильно зависит от специфики бизнеса, и шкала будет автоматически пересчитана. Но мы считаем, что максимум, который можно добиться на большой рассылке, на большой базе клиентов, там от 10-20 тысяч и ушел до бесконечности, это 30%. Это общемировая практика. Может быть, здесь подробнее расскажет Светлана Русова, когда она будет выступать. Я ее подключу обязательно. Чуть позже это наш партнер. Мы считаем, что 30% – это максимальный допустимый уровень. И так считают многие системы, которые делают аналитику. Мы разгрузировали шкалу, сделали 5, фактически разделили ее на 5, и мы показываем, насколько ваша рассылка, ваше соотношение – оно хорошее. И вот в данном случае статистика Андрея показывает, что в принципе неплохо. Наши рассылки в среднем доходят до клиентов, наши рассылки пользуются популярностью, и уровень эффективности у нас колеблется в рамках нормального. И тем самым, если мы измеряем этот показатель, вы можете стараться его улучшать. То есть стараться менять рассылку и смотреть за этим показателем. Если вы меняете формат рассылки, меняете информацию внутри рассылки, вы сразу же можете увидеть, как это отразилось на этой шкале. Если клиенты стали лучше смотреть, эта шкала будет увеличиваться. Если рассылки стали хуже, и клиенты хуже к ним относятся, шкала будет уменьшаться. Тем самым вы можете улучшать вашу рассылку и делать ее более интересной, делать ее более эффективной. Наши девчата постоянно экспериментируют, когда делают наши рассылки внутренние. У нас очень большой ассортимент рассылок, которые дает сама компания Bittrex наружу клиентам. Мы постоянно следим за эффективностью. И фактически вот этот инструмент появился в плотном сотрудничестве с нашими девочками, которые делают постоянные рассылки. Мы провели исследование, мы с ними общались, мы подготовили эту страничку. Она отражает основные показатели, которые нужны и важны бизнесу. Важны тем, кто занимается рассылками. Это профессиональная деятельность этих людей, и этот инструмент им подходит, им нравится. Даже есть одна девочка, которая говорит, а почему всего 30? У меня же больше, у меня упирается, мне интересно видеть, сколько больше. Ну, на самом деле это очень сильно от специфики зависит. Все-таки стандартно, ну и как не стандартно, а по исследованию больше 30. У нее очень специфичная аудитория, очень специфичная. Но если вы также сталкиваетесь с такими проблемами, пишите. Мы очень будем рады видеть такие обращения и даже что-то придумаем, как бы решить такую проблему. Да, напишем, например, не отлично, а ты супер гений. Или супер профессионал в рассылке. Да. И меняя фильтр, здесь у нас сверху есть еще фильтр, можно посмотреть нашу статистику за 6 месяцев. То есть мы видим, тут у нас эффективность немножко изменилась, там сдвинулась на 13,3%, поменялись эти цифры. И здесь еще ниже у нас выводятся недавние выпуски. Это очень удобно. Дело в том, что если вы отправляете, ну если у вас несколько рассылок и вы отправляете по ним разные письма, то вам вообще интересно, ну как бы… Извини, перейдите. Уже быстрый доступ. Тут клиент уже хвалится своими цифрками. Смотри, вот прислал клиент, у него 23,1% рассылки. Неплохой результат. Сергей, вы прям молодец. Хороший результат у вас. Эх. Надо было с самого начала объявлять конкурс. Да, и теперь вам не нужно будет ходить по цепочке рассылки сайта, здесь открывать нужную рассылку, потом выпуски, потом оттуда переходить в статистику. Или точнее в статистику выпусков. Теперь можно перейти в статистику выпусков прямо вот отсюда. Это очень удобно стало, быстро, и также можно будет создать новый выпуск. И у нас есть еще здесь на странице старт, это динамику. Мы стали показывать динамику. Динамику эффективности. Ну, конечно, здесь у меня тестовая установка, и график не очень понятный. Но как бы из него можно понять, как меняется ваша эффективность от выпуска к выпуску. Как вот время идет, и вы что-то меняете, и как это меняется у вас. Это как раз то, что я рассказывал, что вы можете следить за эффективностью прямо чуть ли не в реальном режиме времени. Вы сделали рассылку, сразу же шли сюда на динамику эффективности, когда рассылка закончилась, и она дошла до клиентов. И посмотреть, насколько она изменилась, либо в положительную, либо в отрицательную как бы зону. Кстати, картинка, которую представил клиент, у него очень хороший процент отписки, 0,2%. То есть это крутая отписка. Но у него очень мало переходов. Это говорит о том, что либо внутри рассылок клиент получает исчерпывающую информацию, либо говорит о том, что данные письма не очень интересны клиентам, и ему нужно обратить внимание еще на один показатель, это сколько письма прочитали. У нас же есть такой показатель? Да. Давай его тоже чуть-чуть попозже покажем. Да. Спасибо. То есть мы сейчас, когда перейдем к статистике выпуска, тоже, может быть, даже дадим им рекомендации, которые мы получили, когда сотрудничали с нашим отделом, который занимается рассылками, когда они делили своим опытом. Также у нас в динамике показывается динамика прочтений, как она меняется, сами клики и отписки. На эти данные можно ориентироваться. То есть если у вас вопрос возникает, что же у меня происходит с рассылками? Вообще нужно мне заниматься им или не нужно? Что-то меняется у меня в работе, не меняется. Есть ли сезонность? Нет у меня сезонности. То есть если у вас какие-то глобальные вопросы с рассылками, вы приходите на эту страницу, выбираете период и смотрите по динамике, по общим цифрам и получаете быстрый ответ. Какая у меня эффективность? Нормально? Неплохо? Хорошо? Отлично? Это очень удобно. И если у вас даже есть целая отделка, которая занимается рассылками, то можно использовать фильтр даже по автору. То есть люди смогут смотреть свою эффективность целиком. И теперь мы можем перейти к статистике по выпускам. Это у нас... Можно перейти прямо отсюда. Мы попадаем на статистику выпуска. То есть вот мы только что отправили наш выпуск. Прошло время. И мы можем заходить на страницу и смотреть по ней, что же у нас... Как же, насколько эффективно был отправлен этот выпуск. Мы здесь видим данные, сколько всего было писем, сколько у нас просмотров, сколько переходов. И уровень эффективности мы видим рассылки. То есть, конечно, не конкретного выпуска, но самой рассылки. То есть это та рассылка, в которой содержатся все вот эти выпуски, которые вы отправляли. Если у вас есть рассылка новости, то фактически это уровень эффективности ваших новостей. А вот ниже информация – это конкретного последнего выпуска, который вы отправили. Конкретного письма или серии писем, которую вы отправили клиентам. В серии я имею в виду, что разным клиентам ушли разные письма. Но это вот последний ваш выпуск, который вы сформировали. Да, и теперь мы переходим вот к цифрам, присланным нам на картинке. То есть там, по-моему, 7% прочтения. Это говорит о том, что люди просто не открывают письмо. Им, ну как бы, очень мало людей открывает. Может быть, на самом деле это неплохая, как бы, уровень прочтения. То есть это, опять-таки, все зависит от специфики бизнеса. Да, зависит от аудитории. Но, как бы, можно сделать и выше. То есть вам нужно обратить внимание на заголовок. То есть, ну, в основном видят только его. И если вам понравился, то на него нажмут. То есть менять заголовок, пробовать более провокационный делать, либо более интересный, либо что-то обещающее. Ну, то есть экспериментировать и пробовать смотреть, как будет меняться в зависимости от выпуска ваша эффективность. И смотреть же как раз на это на странице старт, сравнивать. Далее, клики. Кликов тоже немного, но, как бы, тоже зависит от аудитории. И вот как раз мы переходим к следующему нашему инструменту. Это карта кликов. Если у вас мало кликов, то у вас, значит, люди письмо открывают, но не заинтересовываются. Подожди, ты сразу так раз и в карьеру. Давай скажем о том, что, во-первых, это новый функционал. Это очень новый. Теперь, кроме того, что мы это начинаем показывать эффективность и начинаем показывать какую-то информацию по открытию и по письмам, вы теперь еще и визуально можете увидеть, куда кликал человек внутри письма. Вы можете увидеть, сколько процентов от всей аудитории кликало, куда внутри письма. Ну и, соответственно, это очень удобно, чтобы посмотреть, для какого выпуска сделана рассылка. Вы сразу же визуально можете увидеть этот выпуск. То есть вся статистика наверху относится к этому конкретному письму. И вы его точно узнаете, потому что вы его создавали, вы его видели и вы его как бы сгенерировали. И пока мы дальше не побежали к проклике, давай ответим на вопросы нескольких клиентов. Тут много спрашивают. Они говорят, а я зашел сейчас в рассылки, а у меня нет этой странички. Давай подскажем, что нужно сделать, чтобы ее вернуть, и с какой версии она появилась. Чтобы не вернуть, а чтобы она появилась. Ну, тут, честно говоря, я не помню. Надо будет уточнить, наверное, у тестирования. Но давай так, вышел данный функционал фактически где-то месяц назад. Меньше даже чуть-чуть. Обновление, по-моему, версии 17.1. Ну, вышло оно совсем недавно. Посмотрите последнее обновление. Скорее всего, оно лежит у вас, вы его просто не обновили. Либо эти обновления находятся в бетах. Вы можете переключиться на беты и, в принципе, скачать рассылки. Рассылки – это обособленный модуль. Он не затронет ничего дальше по продукту. И вы можете достаточно безболезненно поставить беты, а потом убрать обратно установку бета-обновлений, вернуть, чтобы только стабильный. И вы получите данный инструмент. Либо немножко подождав, если еще инструмент находится в бета-версии, немножко подождете, он там через недельку-две появится в релизе, и вы его сможете спокойно установить. Да, но, по-моему, выпустили первую версию статистики, потому что у нас еще были обновления, которые вносили небольшие коррективы исправления и доработки. Оно вышло в конце марта. То есть, в принципе, оно должно быть и даже стабильных обновлений. Поэтому, скорее всего, у вас несколько обновлений, вам нужно перейти в раздел Marketplace и в обновление платформы и посмотреть там обновления для вашей, ну, для модуля e-mail маркетинг. А теперь карта кликов. Да. Да. Теперь, если у вас низкий уровень прочтений, вы можете использовать этот совершенно новый инструмент и визуально видеть, куда же именно нажимают люди. То есть, по нашему делу мы видим, что люди очень часто кликают на единственную кнопку, которая находится, которая выделена цветом, и она обособлена от текста. Но тут в нашем примере, ты как раз правильно сказал, кликают в картинку, и вот нужно обязательно, чтобы эта картинка была кликабельная. Да, и в саму кнопку. И в саму кнопку. То есть, вы можете, у нас обычно, у нас по умолчанию, картинки все имеют ссылку. То есть, они ссылаются на корень сайта. Но, возможно, вам это нужно, что это другая страница. Ну, вот когда акция, наверное, нехорошо, когда она на корень ссылается, поэтому нужно обязательно переменить ссылку на ту страницу, которая реально про эту акцию. Иначе получится, что человек сделал переход, и больше никогда в жизни из вашего письма никуда переходить не будет. Потому что он не нашел там то, что хотел. Да, то есть, теперь вы получаете инструмент, который вам сможет ответить на вопрос, куда же люди нажимают. И если это ссылка в тексте, а большой картинки у вас кликабельной нет, и у вас нет большой кнопки, которая выделяется цветом, а у вас просто ссылка в письме, то, скорее всего, проблема как раз таки и в этом. Лучше сделать большую кнопку, единственную, чтобы он мог нажать и не сомневаться, и не мучиться выбором, на что здесь нажимать. Да, и после карты кликов, то есть, а, ну, скажу еще, что, конечно, наведя на цифру в зеленом кружочке, мы видим выделение конкретного блока, который кликабелен. То есть, вот в случае с картинкой будет показана вся картинка. То есть, при наведении на вот эту зеленую цифру будет сразу показано, что именно кликабельно, на что же нажимали. Давай, пока ты не убежал отсюда, сразу же вопросов догонку. Здесь уже от четырех человек поступило. А какие клики считаются? Что вообще попадает автоматически? И автоматически ли попадают они в карту кликов? Попадают ли туда компоненты? Попадают ли туда только кнопки и картинки? То есть, что попадает вообще в карту кликов? В карту кликов, ну, если вы отправляете обычное письмо без компонентов, то в карту кликов попадают все ссылки. То есть, абсолютно все ссылки при отправке письма. В них добавляется слежение. Слежение за кликами по этой ссылке. В каждую ссылку, в каждую картинку, ну, если она в виде ссылки. И в каждую кнопку. Если вы используете компонент, то переходы, клики тоже будут отслежены. Нажатие на ссылки, выведенные компонентом. То есть, к примеру, ссылка на подробности товара или новости. Но пока в данной версии карта сайта не содержит в себе вывод компонента. Дело в том, что просто сам вывод компонента может отличаться от каждого клиента. То есть, это может быть персонализированный вывод товаров. И поэтому мы пока не придумали, как же нам отобразить переходы по ссылкам внутри компонента. То есть, пока компоненты здесь не показываются. Так, ну, получается, из всего того, что ты сказал, мы сейчас отслеживаем, в принципе, все картинки, все кнопки, все, 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 где есть ссылка. Но компоненты не отслеживаем. Да. Ай-яй-яй. Не показываем. Отслеживать отслеживаем, но не показываем. Надо показывать. Я понимаю, в чем сложность, потому что мы не можем отобразить динамический компонент здесь картинкой. Но давай хотя бы в блоке компонента, ну, то есть, вот в этой вот динамике. Да, мы не покажем конкретную ссылку, куда нажали, это сделать, наверное, невозможно. Но давай хотя бы, что нажали внутри этого блока. Да, наверное, стоит маркировать ссылки компонента. И здесь выводить плашку, что это у нас здесь компонент находится. А прямо на него нарисовать несколько ссылок, кружочков. То есть, сами ссылки мы не будем показывать, где они находятся. Но мы хотя бы визуально покажем, что здесь кликали и по каким ссылкам. То есть, да, это довольно неплохой вариант. Отлично. Так, и сразу же вопросики уже параллельно рядышком с рассылочкой. Их просто очень много, я их обопощил. Можно ли определять как-то мертвые адреса, вернее, умеет ли система определять мертвые адреса, которые уже не отвечают и не слать до бесконечности на них письма, убирать их как бы из списка рассылки. Или она будет долбить до бесконечности на эти адреса, и их нужно как-то отслеживать вручную. Хотя я не понимаю, как можно вручную это отследить. В базе хотя бы на 10 тысячи майлов. Ну, мы не отслеживаем. То есть, сейчас у нас модуль, он занимается только письмами. Отправкой занимается почтовая система, и она же получает ответы о том, что адрес не существует, либо еще. То есть, коротко отвечать, модуль пока не может это делать и не делает. Ну и система внешне ничем не поможет. Да, Яндекс получил информацию о том, что ящик не существует, но ты не получил эту информацию, не исключил адрес. Есть случаи, когда зайдя, то есть, вы отправляете, к примеру, с info.sobaka.bitrix.ru письмо, то есть, с этого ящика, и на этот ящик будет прислан ответ от сервера, что ящик не существует, либо что-то подобное, о каких-то проблемах. То есть, пока это в ручном режиме можно собирать эти адреса из писем, которые прислал Яндекс или Мейл, и добавлять их в список исключений для всех рассылок. Ну, то есть, пока такой вариант. Возможно, мы придумаем лучше вариантов, более... Здесь вся проблема в том, что мы фактически не являемся сервером, который отправляет информацию, поэтому мы не можем это сделать. Мы отправляем рассылки через любой внешний сервис. С одной стороны, это плохо, с одной стороны, есть свои плюсы. Если бы мы были сервисом, было бы очень сложно отслеживать качество рассылки, сложно было бы менять сервера, чтобы сделать рассылку, чтобы она доходила. При нашей схеме вы можете использовать любой внешний сервис, как бесплатный, такой, как Яндекс или Майл.ру, так и платный, как Гугл, и отправлять через них ваши рассылки. Отправляя рассылки через таких грантов, фактически, систем, которые могут отправками заниматься, вы увеличиваете вероятность того, что почта дойдет. Самое главное, чтобы ваши рассылки были интересными и нравились клиентам. Так, ну и давай, наверное, еще одну штуку покажем. Покажем немножко триггерные рассылки и расскажем, про что они. Не будем подробно на них останавливаться. Наша цель не была в этом вебинаре рассказать про триггерные рассылки, но хотя бы покажем, где они находятся, потому что вопросы поступают. Да, значит, у нас левое меню, здесь у нас пункт маркетинг, и рядом с email маркетингом, который мы только что смотрели, есть триггерные рассылки. Это, здесь у нас есть более сокращенное меню, это список рассылок и рассылки сайта. То есть вот список рассылок, мы сюда переходим, и можем добавить свою рассылку через мастер. Здесь мы видим, что нам доступны, можно сказать, вручную триггерную рассылку, есть готовые шаблоны триггерных рассылок. Теперь, наверное, можно подробнее остановиться, что триггерные рассылки – это рассылки, которые срабатывают на какое-то событие, выполненное. Ну давай, человек, более наглядно было, возьми любой шаблон, чтобы это на следующем шаге смотреть, потому что на следующем шаге это прям офигенно видно. Наверное, это письма вдогонку. Не важно, какие письма. То есть следующий шаг. Создание, да, у нас тут все по умолчанию почти, нужно только наказать отправку. И мы переходим к настройке условий запуска и остановки. Вот смотрите, что такое триггерная рассылка. Я немножко здесь дополню, Андрея. Триггерная рассылка – это рассылка, которая работает полностью в автономном режиме. Это некая цепочка писем. Это может быть одно письмо, два письма, три письма, четыре письма, которые работают по следующему принципу. Задается условие запуска триггерной рассылки. Открой, пожалуйста, списочек условий, которые у нас есть в системе. Есть предопределенный список условий, по которым запускается рассылка. Это могут быть заходы на сайт, это могут быть забытые корзины, это только что сделал покупку и так далее. Этот список может добавляться. На нашем сайте в разделе «Dev» есть специальные статьи, которые делал Андрей Силаев, в которых он рассказывал, как добавлять сюда условия запуска. И были сегодня вопросы, как добавлять те адреса, делать отправку по определенным событиям. Вы можете допрограммировать события, если вам не хватает. Их очень легко делать. Там действительно в 20-30 строчек кода любой партнер, в принципе, добавит вам достаточно просто их. Можно дополнительно заказать. И вот тут происходит старт этой рассылки. Предположим, вы сделали стартом покупку клиента. Я как клиент зашел на сайт, сделал покупку, оплатил ее. У вас автоматически запускается триггерная рассылка, которая, например, сначала меня хвалит за то, что я сделал покупку, а потом пытается развести, ну не развести, плохое слово, пытается сподвигнуть на повторную покупку. И то есть тем самым мы подталкиваем клиента. Но чтобы клиенту не спамить, предположим, вы сделали цепочку из 10 писем. Чтобы все 10 писем клиент не получил, а это иногда бессмысленно, клиент мог сделать вторую покупку. А что может являться второй покупкой? Предположим, я купил ноутбук. К ноутбуку есть мышка, которую я могу купить, есть микрофон для проведения вебинаров, которые я могу купить. И вы пытаетесь вот этой триггерной рассылкой после моей покупки ноутбука рассылать какую-то дополнительную информацию о каких-то аксессуарах, которые я могу купить. И если я сделал покупку мышки, мне не нужно все 10 писем получить. Есть такое понятие достижения цели. Открой, пожалуйста, тоже списочек. Здесь есть определенный списочек, что является достижением цели. Он тоже может допрограммироваться. И вот там есть цель, изменилась статус заказа или создание нового заказа. Получается, что меня подвигали на то, чтобы я купил какие-то аксессуары. Я сделал заказ, купил какой-то аксессуар. Тем самым триггерная рассылка автоматически прекратится. Я мог это сделать на втором письме, мог это сделать на третьем письме, на пятом, на шестом. Либо триггерная рассылка будет слать всю цепочку до конца. Она дойдет до конца, до десятого письма, и триггерная рассылка остановится. Где можно увидеть цепочку? Давай перейдем на следующий шаг. Не нажал. Нажал, нажал. Показал, что не нажал. Так, видишь, отстает у меня эта штука. И вот здесь вот на вкладочке письма, перейди, пожалуйста, на нее. Вот здесь показана вся цепочка. Вот данная цепочка, которую открыл Андрей, она состоит там из сколько? Из четырех, пяти даже. Четырех, пяти писем. То есть вот фактически пять писем в цепочке, которые происходят последовательно, один за одним. Здесь самый важный параметр, через сколько времени слать следующее письмо. Вы должны его указать. Если я сделал первую покупку, например, вы сразу же шлете мне письмо, которое говорит о том, что спасибо, Юрий, вы сделали покупку в нашем интернет-магазине, купили такой прекрасный ноутбук. Отлично, через сутки-двое я уже получил ноутбук, разобрался с ним более-менее. Я такой, блин, сумку бы еще хотелось бы. И тут приходит ваше письмо второе, в котором написано, а мы для вашего ноутбука предлагаем ассортимент из 10-15 сумок. Я такой, о, интересно, но не сейчас, забыл про эту штуку. Проходит еще день-два, вы мне отправляете еще одно письмо, которое говорит, а если вы купите сумку, я вам дам 20% скидки на эту покупку. Я такой, о, интересно, 20%, наверное, надо рассмотреть. Нет, денег нет, не буду. Через три дня, например, приходит еще одно письмо, говорит, беспрецедентная акция, только 10 минут. Скидка 50% на сумку. И все, я покупаю, фактически цепочка прекращается, я не дохожу до четвертого письма, не дохожу до пятого письма. Я выполнил целевое действие, которое было заложено для этой триггерной рассылки. Вот так работают триггеры. И самое интересное, что здесь очень интересные условия запуска и условия цели. То есть у нас здесь цель – это оплата заказа. А из условия запуска тоже оплата заказа. Получается замкнутый цикл. Запустив один раз эту рассылку, вы будете… Он сработает на оплату заказа клиента и будет подталкивать его к следующей покупке. И после того, как он купит, начнет опять запуститься триггерная рассылка, которая будет его подталкивать к следующей покупке. То есть это вечный двигатель, который будет вам приносить деньги каждый день. Ну и смотри, сразу здесь вопросы пошли. Чем отличается триггерная рассылка от обычной рассылки? Еще раз. Обычная рассылка – это та рассылка, которая либо генерируется автоматически по какой-то тематике. Это новости. Это какие-то события внутри вашей компании, которые вы публикуете где-то в разделе на сайте и автоматически отправляете вашим клиентам. Это необязательная рассылка, которая работает с какой-то периодичностью. Она может работать каждый день, раз в неделю, раз в месяц, раз в 10 дней и так далее. Триггерная же рассылка может не выполниться никогда для конкретного клиента. Она реагирует на определенный триггер. Если вы сделаете одну триггерную рассылку только на первую покупку, вот как я сейчас показывал пример, то эта триггерная рассылка для Андрея Силаева, который в вашем магазине ничего не покупал, не произойдет никогда. Он никогда не получит никаких писем. То есть он будет спокойно быть зарегистрирован, может, в вашем магазине. Он оставил имейл-адрес, но он не сделал покупку, почему-то ушел. Вы никогда не отправите ему ни одно письмо. Вот это самое, наверное, основное отличие от триггерных рассылок, что они срабатывают на какое-то событие, которое их запускает эту цепочку. Цепочка, в принципе, может быть бесконечно длинная. Она может быть зацикленная. Вот как рассказал Андрей, что если ваш клиент делает постоянные покупки, эта цепочка может зациклиться и бесконечно выполняться. Главное здесь очень аккуратно быть с такими циклическими цепочками. Они должны не циклично вот так замыкаться, а подталкивать клиента на какие-то действия. Если вы продаете, не знаю, там, ноутбук, то вы даете ему сначала аксессуары. Через какой-то срок вы даете, там, я не знаю, аксессуары ломаются, у них есть какой-то срок жизни. Вы даете ему новые аксессуары. Этот срок может достаточно большой. Триггерная рассылка может сработать через 365 дней, через 60 дней. То есть вы можете большой срок поставить. Через некоторое время у ноутбуков происходит износ батареи. Вы можете подготовить на то, что какой-то сервис предложить по вашим ноутбукам. А через год-два обычно клиенты начинают задумываться об обновлении, какие-то новые хотят модели получать. Вы можете через вот этот долгий срок, фактически через два года, начинать ему рассылку, на которую будет подталкивать к обновлению модели. Какие-то акции предлагать. Какой-то тренд-ин этого ноутбука забрать старый, за какой-то процент продать новый. То есть потихоньку подталкивать клиента на серию каких-то действий. И эти действия могут быть сильно разнесенные по времени. В чем плюс еще триггерной рассылки? Если обычную рассылку нужно готовить постоянно, она не может быть одинаковой, она не может быть постоянной, то здесь, хорошо продумав цепочку для определенного раздела, вы можете ее использовать до тех пор, пока у вас существует этот раздел. Если у вас есть раздел ноутбуков, то неважно, какие товары там поступают, если цепочки правильно настроены, правильно сконфигурированы, они будут жить до тех пор, пока существует данный раздел. Раздел прекратил свое существование, вы остановили триггерную рассылку, вы остановили цепочки, которые были сделаны для этого раздела. Вы можете использовать наши примеры триггерных рассылок. Здесь несколько примеров, как раз разнесенных по времени. Вот здесь есть будильник 360, будильник 180. Это вот как раз те триггерные рассылки, которые сработают через 180 и 360 дней. Но там триггером запуска является попытка разбудить клиента. Это вот как в примере с Андреем. Он не делал покупок, но почему-то зарегистрировался. Мы попытаемся его как бы вот так этими триггерными рассылками потормошить, что Андрюха, надо купить вот какой-нибудь купон на скидку, вот какая-то акция. У нас там даже есть шуточная рассылка хулиганства, которое мы попытались сделать в какой-то некой провокационном стиле, чтобы показать, что очень сильно зависит все от стилистики ваших писем, от стилистики, как вы обращаетесь к вашим клиентам. Поэтому экспериментируйте. Теперь у вас есть прекрасный инструмент, который дает возможность отслеживать эффективность тех рассылок, которые вы делаете. Кстати, вопрос. А попадают ли триггерные рассылки в новый инструмент? Плохо, что не попадают. Только сейчас подумал. Там тоже было бы интересно получать статистику по кликам, получать статистику по рассылкам. Только нужно сделать так, чтобы оно не подмешивалось. Все-таки это не какая-то рассылка периодическая. Там немножко другие логику нужно закладывать. Надо будет подумать. У нас там есть график, который тоже показывает, на каком шаге у вас клиенты обычно совершают целевое действие. То есть тоже есть аналитические инструменты, но не более бедные, конечно. Да, и хочется сказать, что самое большое преимущество здесь триггерных рассылок, что мы предоставляем 7 готовых настроенных рассылок, которые вы нажимаете только кнопку «далее, далее, далее», с готовыми текстами. И вам нужно потом только нажать кнопочку «запустить рассылку». И у вас автоматически начнут отправляться письма людям, которые совершают какое-то действие условия запуска и останавливаются при условии достижения цели. То есть вот при создании рассылки триггерной нужно обязательно нажать кнопочку «запустить». То есть вот перейдя в эту триггерную рассылку, мы вот видим список писем, и здесь вот еще кнопочка «запустить». Если мы не нажмем кнопку «запустить», она не будет вообще ни для кого работать. И также у нас есть блок, это получать или получить тестовую рассылку. Указав свой e-mail, мы получим сколько здесь, 5 писем, все 5 писем на свой e-mail, и посмотрим, как они выглядят у нас в почтовом программе. Ну, на этом, наверное, все. Ну, на этом не все. Мы хотели подключить Светлану. Вопросы я сейчас поозвучиваю. Я сейчас попробую подключить Светлану нашего партнера, но вот, к сожалению, я не могу ее подключить. Они здесь изменили вообще логику клиентов, и Светлана подключилась через веб-версию. А веб-версию теперь нельзя сделать спикером. Я не могу ее подключить. Вот, наверное, все-таки мы не сможем это сделать. Очень жаль, что Светлана не выступит. У нее очень интересный был доклад. Ну, давай тогда попробуем поотвечать на вопросы. И я попробую поискать, что сделать со Светланой. Клиенты пишут, что триггеров мало. Например, нет писем с благодарностью за первую покупку. Надо высылать не после оплаты, а после получения заказа покупателям. То есть точка отчета изменения статуса доставки не вручен, или отчет сколько-то дней. Это ссылка срабатывает. Но на самом деле то, что пишет клиент, не совсем правильно. Он может подвеситься на статус. Насколько я понимаю, у нас мы имеем, мы можем статусы отслеживать. Правильно же? Если сделают специальный статус, что товар дошел, а это можно достаточно несложно отслеживать. Не, нужно автоматикам. Да, спасибо, Александр, за вопрос. Мы подумаем, как это сделать. Сейчас как раз я точно знаю, что другой разработчик, который занимается нашими доставками, он уже для шестого сервиса интегрирует API возможности автоматической рассылки информации по тому, как идет доставка. Мы будем поддерживать Почту России, СПРС, ДПД, насколько я знаю, Пони Эспресс, еще кого-то. Тут могу ошибаться. Пять или шесть раз служб доставок мы будем поддерживать API отслеживания, как в пути идет ваша доставка. И мы будем получать эту информацию. И, наверное, мы сделаем некий триггер, но это, правда, будет только для этих служб доставок, которые в автоматическом режиме надо будет попросить, чтобы добавили такой API, чтобы ты как-то мог на него подвеситься и отправлять эту информацию. Спасибо, Александр, за мысли. Попробуем подумать. Подумаем. Так, на триггерной рассылке, как брошенные корзины, как сделать рассылку? Рассылку никак, но триггер повесить можно. Там в выпадающем списке есть брошенная корзина. Ну, да. Единожды отправить ее не получится, то есть вам только если создать триггерную рассылку. Но у нас есть там настройка у забытой корзины. Сейчас мы перейдем. Это обработать старые данные. Вот сейчас должно быть видно. Тут даже информация должна выводиться. Указав эту настройку, рассылка дополнительно запустится еще и для пользователей, которые не выполняли действия больше указанного количества дней. То есть вы указываете, что нужно запускать рассылку для тех, кто забыл. Ну, вчера, к примеру, у него остался товар в корзине, он вчера что-то себе положил, вот сегодня нужно для него запустить рассылку. Это вот один день. Поставив эту галку, один раз запустится при создании рассылка для всех, которые поставили корзину 50 дней, 70 дней и более. То есть как бы обработать все старые данные. То есть фактически я как раз хотел этот вопрос задать более подробно, ты про него рассказал. Еще сразу вопросик рядом. Клиенты предлагают сделать еще один интересный триггер, раз мы умеем проверять, что клиент прочитал письмо, они хотят, чтобы триггером достижения цели было прочтение письма. Хороший вариант. Интересный вариант, согласен. Спасибо, Андрей, Александр и Наталья за такое предложение. То есть это и прочтение письма, и переход по ссылке, какой-то ссылке в письме. Да, согласен. Александр задает вопрос. Я, в принципе, на него ответил, но все-таки здесь он не один такой спрашивает. Надо же делать рассылку не сразу, а дать несколько дней на ознакомление с товаром. Только потом отправлять ему письмо. Я уже сказал выше, что у нас есть такая возможность. Мы можем выждать любое время, которое клиенту нужно на ознакомление. В принципе, даже не получая информацию о доставке, мы примерно представляем, так как мы интернет-магазины, мы работаем постоянно. Я точно знаю, что, например, с Калининграда до Москвы посылка идет 10 дней. Я настраиваю триггерную рассылку так, что через 14 дней клиент получит первое письмо. Я буду примерно знать наверняка, что клиент получил посылку. Я могу, в принципе, начать первое письмо с тем, что спасибо за покупку, и вы получили нашу посылку, которую мы вам отправили. Тут можно какую-то реакцию, в принципе, даже подвесить на кнопочку, что клиент перейдет и напишет, я пока не получил. Ну, то есть можно как-то войти во взаимодействие с клиентом. Тем более мы можем, в принципе, используя наш второй продукт, это Bitrix24, дать возможность повесить вам на сайт чат и через чат общаться с вашим клиентом. Можно скинуть на специальную страницу, где в чатике поотвечать на вопросы клиента. Так, Светлана еще подключается. Давай дальше пройдем. А я вот визуально покажу, где настраивается на списке писем. Вот мы видим, что у нас оплата заказа, оно запускает. Первое письмо придет человеку через один день после этого события. А далее мы можем указывать интервал после предыдущего письма. То есть мы можем второе письмо отправить через дней, недели, месяцев после предыдущего, к примеру, через 5 недель после предыдущего письма. Или через одну неделю. Вот только указав одну такую настройку, мы уже можем выждать необходимое время. И еще, кстати, Олег дает дополнение, которое можно интересно сделать на еще один триггер или на сработку события. Можно прикреплять доки к письму. И типа, если клиент, ну, либо перешел по ссылке на закачку файла, либо скачал файл, можно не прикреплять, а сделать какую-то закачку. И триггером, типа, заканчиваемому слать письма может являться, что он скачал этот файл. Ну, это, наверное, очень специализированное решение, потому что… Ну, здесь на ссылку, мне кажется, просто можно подвешивать. Да, то есть сам переход по ссылке, любой ссылке, письма, наверное, это есть уже будет решение. Ну, здесь Олег говорит про накладные, что можно к письму, типа, прикладывать накладные, но не совсем это ложится на триггер. Это скорее все-таки ложится на обычные письма. И вот там вы можете как-то маркировать ссылку, чтобы понимать, клиент открыл, не открыл. Теоретически это можно сделать как отдельное просто кастомное решение для вас. Вы можете партнеров попросить, они вам это добавят. То есть теоретически это можно сделать. Так, ну давайте посмотрим, что у Светланы. Давай, что-нибудь еще покажи интересное, а я пока попробую Светлану еще раз подключить. Если не получится, то будем, наверное, завершаться. Да, я как раз показывал, как создавать группы получателей. Ну, когда мы создаем рассылку, мы можем указать группы получателей, группы адресов получателей. Но я показал пример с покупателями магазина. То есть один раз настроив, кто-то появится новый покупатель, он автоматически появится в этой группе. Но мне хотелось бы показать случай, когда у вас есть список на руках. Ну, допустим, вы переезжаете с какой-то сервиса рассылок, например, на модуль e-mail маркетинга. Либо у вас есть где-то заготовленный файлик, который вы обычно используете. Ну, то есть разные бывают случаи. Но, допустим, у вас есть файлик с вашими адресами. Или даже один какой-то адрес вы хотите добавить. Вы можете пойти на раздел e-mail маркетинг, список адресов. И здесь нажать «Добавить или импортировать». Вот добавить e-mail адреса, например, файл, либо еще списком. То есть вы можете выбрать файл с адресами, либо добавить здесь адрес списком. И добавить его в какой-то список с названием, который вы сами укажете. Вот мой первый список. Это довольно частая операция даже в нашем отделе. То есть у нас где-то какие-то выгрузки делают, e-mail адресов. И у нас тоже довольно часто люди используют именно списки, вручную добавляют. Ну вот, нажимаем «Добавить». И теперь у нас вот показывается, что загрузился один адрес. И мы теперь можем в следующий раз добавить в этот же список новые адреса. То есть пополнять этот список адресами. И можно даже посмотреть все адреса в этом списке. Вот. Да, у нас теперь есть списки адресов. Но как же добавить в рассылку? Давайте добавим в ту же самую группу. Это мы вот идем в группу адресов. Ты прям мысли читаешь. Как раз вопрос поступил, а как вообще адреса загрузить? Да, вот покупатели адресов. Идем в ту группу, которую мы создавали для нашей рассылки анонсы. Идем вот сюда в параметры. И здесь мы выбираем, вот у нас мы видим магазин покупателей. Где у меня два покупателя? Немного, конечно. И идем в, выбираем вот e-mail маркетинг список адресов. Нажимаем «Добавить». Все. Здесь мы ставим «Мой первый список» и сохраняем. Теперь эта группа у нас указана в рассылке. В этой группе указан список адресов «Мой первый список». И теперь, после того, как сохраним, если вы пойдете в список адресов, решите новые адреса загрузить, то... Решите загрузить новые адреса, у них у вас появились тот же самый список, то убирайте «Мой первый список», указывайте здесь либо файл, либо списком. И помимо того, что сюда добавятся новые ваши адреса, так они еще автоматически появятся в группе и при отправке рассылки анонс, ну, выпуска рассылки анонс, уже и новым добавленным адресам будут отправлены эти письма. Вот. И также можно организовать черные списки. То есть вы создаете группу, называете «Черный список». Создаете список вот здесь, в который загружаете e-mail руками и добавляете его в эту группу. И эту группу указываете в качестве исключения. То есть это вот делается вот в самой рассылке, настройке рассылок. Вы идете в список рассылок, нажимаете вот «Редактировать» и вкладка «Получатели». И здесь у нас есть «Исключить группы адресов». Как раз вот, говорю, ты мысли прочитаешь. Тут клиенты прямо это спрашивают, и ты как раз отвечаешь. Это вот как раз то место, где вы говорите о том, что «А можно ли исключать какие-то адреса или группы адресов из рассылки?» Например, клиенты, которые там VIP-клиенты, которые не должны попасть в определенную рассылку. Вот как раз-таки вы создав эту группу, добавив туда людей, вы здесь можете добавить ее в исключение. То есть VIP получает какую-то VIP-рассылку, но не получает какую-то рассылку стандартно для ваших стандартных клиентов. А стандартный клиент получает все рассылки, например, кроме VIP. Да, и также по такой же логике вы добавляете в выбранные группы эту вашу группу, адреса которой нужно исключать. И теперь, если у вас кто-то подписан на рассылку, либо он находится в группах получателей, этот адрес, но если он вдруг присутствует в выбранной группе в исключении, то он не получит это письмо. И также еще хочу сказать, что довольно часто люди сомневаются, что вот я добавляю много разных групп, адресов, случаются же дубли адресов. То есть два одинаковых адреса, они будут здесь в рассылке, в разных группах, в разных фильтрах. Не беспокойтесь, отправлено будет только по одному адресу, только одно письмо на один адрес. Дубли не отправляется. И здесь в это исключение добавляются не обязательно какие-то плохие адреса. Это могут быть действительно исключения, просто чтобы убрать из группы, какую-то группу клиентов из определенной рассылки. Предположим, вы делаете специальную рассылку для конкретного города. Вы выбираете город Калининград, отфильтровали клиентов, у вас есть такая информация, по которой вы можете сделать такой отбор. Вы отобрали этих клиентов, сделали им специальную рассылку, а в исключение добавили всех остальных. И получается, что получат имейл из конкретной информации только калининградцы. То есть это сделано даже не как бы плохие адреса, а именно исключения друг из друга. Поэтому вот этих групп может быть очень много, главное их называть так, чтобы вы потом не запутались. И вы можете одну в другую включать, и как сказал Андрей, можно не переживать, что пройдут какие-то дубликаты, или получат от письма те клиенты, которые не должны получить. Андрей перед отправкой проверяет сначала исключения, убирает все имейл-адреса, которые в исключении. Он проверяет дубликаты, то есть чтобы не было одинаковых имейл-адресов. И рассылка уйдет 100% уникальным клиентам. Давай, наверное, будем немножко закругляться. Я тебя перевожу на себе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.